Кардио по-абзаковски это когда вместо разминки поднимаешься в горы. Наш проводник Вячеслав обещал, что экскурсия будет увлекательной. Оказалось, что Куртаж не просто гора, а живописный скальный гребень. Мы сейчас на высоте 900 метров над уровнем моря. Вот этот скальник Куртаж в переводе с башкирского – тетеревийный камень. Протяженность этой гряды около двух километров. Это вот такая вот стена с одной стороны и стена с другой стороны. А посередине между ними каньон. И на обратном пути мы пойдем сквозь этот каньон. То есть у них здесь такие мини-пещерки, да? Да. Вот в таких расщелинах, оказывается, прячутся даже рыси, представляете? Такая зима мне нравится. Ощущение, будто попал в какой-то огромный каменный снежный замок. Готовые декорации для съемок какого-нибудь сказочного фильма. А где-то здесь, кстати, снимали советский телесериал «Вечный зов». Мы периодически останавливаемся, потому что возникает кислородный долг. Но это если говорить на языке Вячеслава. А если говорить на обычном языке, то просто останавливаемся отдышаться. Ладно, будем честными. Передохнуть нужно было мне, потому что у нашего проводника, казалось, даже дыхание не сбивалось. А Вячеславу вообще-то 73 года. Вот что значит чемпион мира по палеотлону. Если вы загуглите, то увидите, что в интернете Куртаж называют еще синими скалами. Хотя не привычного, такого серого цвета. Но говорят, что когда день ясный и восходящее солнце светит на скалы, то они действительно голубоватого или синеватого оттенка. Эти скалы не случайно напоминают застывший поток лавы. Сама гора имеет вулканическое происхождение. Слушайте, у нас прям такая экстремальная прогулочка получилась. Вячеслав, я так понимаю, что вот отсюда открывается вид на Абзаково, да? Да, и на Абзаково, и на Горнолыжку, и все горы, Куркак, и дальше Крыхты, последняя цепь гор перед степной зоной. Вот здесь это все можно посмотреть. Но нам, к сожалению, сегодня не очень повезло с погодой, но вы знаете о том, что поднявшись сюда, открывается великолепный обзорный вид. Я так понимаю, что вот это и есть тот самый каньон, да? Да, да, да. То есть там есть пешие туристические тропинки, да? Да, да. Вот они, вот тропа вот идет, пешие тропинки идет. А, вот это вот, да? Да, да, да. Но у меня в замыслах было вот здесь вот спуститься и выйти на тропинку, на то, показать вам этот каньон. Но можно спуститься потом. Ну, в принципе, мы отсюда хорошо видим этот каньон. Мне кажется, вид сверху лучше, как у классиков, да? Да, конечно. Лучше гор могут быть только горы. И с самой высоты все это обзоры прекрасно. Слушай, а здесь, наверное, летом все-все-все в туристах, да? Да, пожалуй. Много их здесь? Много. Откуда приезжают? Со всей России. Россия, матушка. Ну, кто любит природу, могут здесь получить массу удовольствия и восторг от такой красивой природы. Вы видите. Сюда очень трудно добраться. Но мы обязательно вернемся сюда летом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова